Глава вторая. Повторяя святые имена, вы познаете Кришну. Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Харе, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Харе. Эти звуки трансцендентны. Они помогут нам очистить от пыли зеркало ума. Сейчас на зеркале нашего ума скопился толстый слой материальной пыли, подобный слою сажи и копоти на домах вдоль второй авеню в Нью-Йорке, где очень интенсивное уличное движение. Мы так погрязли в материальной деятельности, что зеркало нашего ума покрылось толстым слоем пыли, которое мешает нам видеть вещи в истинном свете. Но трансцендентные звуки мантры Харе Кришна смоют эту грязь, и тогда мы отчетливо увидим свою истинную природу. Как только мы поймем, я не тело, а вечная душа, которая проявляет себя через сознание, мы обретем настоящее счастье. Повторяя мантру Харе Кришна, мы очистим свое сознание и избавимся от всех материальных страданий. В материальном мире постоянно бушует пожар, и каждый из нас по мере сил борется с ним, однако полностью погасить пожар материальных страданий может только тот, кто очистил свое сознание в процессе духовной практики. Одна из целей пришествия Господа Кришны в материальный мир – установить законы Дхармы и тем самым потушить пожар материальной жизни, в огне которого горят живые существа. Когда где-либо в материальном мире приходит в упадок религия и воцаряется безбожие, я не схожу сам у потомок Бараты, чтобы спасти праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить законы религии. Я прихожу на землю из века в век. Бхагавадгита, глава 4, тексты 7 и 8. В этом стихе употреблено слово «дхарма». Его можно перевести по-разному. Иногда оно переводится как «вера». Однако, согласно ведическим писаниям, дхарма не является вероисповеданием. Вероисповедание можно поменять, но дхарму изменить нельзя. Вода – жидкая, и это свойство присуще ей всегда. Если вода затвердевает, превращаясь в лед, значит она меняет свою природу. Другими словами, она подвергается воздействию определенных внешних обстоятельств. Подобно этому, мы по своей дхарме или природе являемся частицами Верховного Господа. Поэтому мы должны изменить свое сознание, подчинив его воле Всевышнего. Входя в соприкосновение с материей, живое существо перестает выполнять свое предназначение, которое заключается в трансцендентном служении Высшему Целому. Склонность служить заложена в нас от природы. Все мы слуги, а не господа. Каждый из нас кому-то служит. Так президент, хотя и является главой государства, сам служит государству. А когда необходимость в его услугах отпадает, его смещают. Если мы считаем себя хозяевами всего, что нас окружает, это значит, что мы находимся во власти Майи, иллюзии. В этом состоянии, поскольку наше сознание материально, мы служим не тому, кому следует, отождествляя себя с разного рода наименованиями. Но когда мы очистим зеркало своего ума от пыли и избавимся от этих ложных самоотождествлений, то увидим себя в истинном положении, положении вечного слуги Кришны. Не следует думать, что служение в духовном мире подобно служению здесь, в мире материальном. Кто-то из нас, вероятно, содрогнется при мысли о том, что и после освобождения он останется слугой. Ведь всем известно, что быть слугой в материальном мире не слишком-то приятно. Однако к духовному служению это не относится. В духовном мире нет разницы между слугой и господином. В материальном мире, безусловно, такая разница налицо, но абсолютный мир лишен двойственности. Читая Бхагавадгиту, мы узнаем, что Кришна стал слугой Арджуны, заняв место его возничива. Изначальное положение Арджуны – быть слугой Кришны. Однако этот эпизод показывает, что Господь порой становится слугой своего слуги. Поэтому никогда не нужно пытаться понять духовный мир с материальной точки зрения. Все, с чем мы сталкиваемся в материальном мире, есть лишь искаженное отражение духовной реальности. Когда, оскверняясь соприкосновением с материей, живые существа забывают о своей дхарме, о своем изначальном положении, Господь либо нисходит в материальный мир сам, в одном из своих воплощений, либо посылает туда своих приближенных слуг. Таким представителем Всевышнего был Господь Иисус Христос, который называл себя Сыном Божьим. И Магомед тоже говорил о себе, как о слуге Верховного Господа. Так что, когда мы пренебрегаем своей изначальной духовной природой, Верховный Господь нисходит в материальный мир сам, либо посылает сюда своего представителя, чтобы напомнить нам, каково истинное положение каждого живого существа. Поэтому не нужно заблуждаться, полагая, что дхарма – это какая-то созданная людьми вера. Строго говоря, дхарма вообще неотделима от живого существа. Дхарма присуща живому существу так же, как сладость сахару, соленый вкус соли, а твердость камню. Они неотделимы друг от друга. Нашей дхармой является служение, и эту склонность легко обнаружить в каждом живом существе, которое всегда служит либо самому себе, либо кому-нибудь другому. И в Бхагавад-гите Шри Кришна излагает науку о том, как вырваться из пут материального служения и начать служить ему, как обрести сознание Кришни и избавиться от всех материальных самоотождествлений. В приведенном выше стихе слово «садху» означает праведника или святого. Такой человек терпелив, очень добр ко всем живым существам и всегда умиротворен. Он друг каждого, и он никого не считает своим врагом. В священных писаниях перечислены 26 основных качеств святого человека. И в Бхагавад-гите Сам Шри Кришна провозглашает. Даже если тот, кто занимается преданным служением, совершает самые неблаговидные поступки, его все равно следует считать праведником, ибо он стоит на верном пути. Бхагавад-гитта, глава 9, текст 30. В миру то, что соответствует нравственным нормам одного человека, является безнравственным для другого и наоборот. Индусы, например, считают, что пить вино безнравственно, тогда как на Западе это давно стало нормой и считается вполне допустимым. Стало быть, моральные принципы относительны и зависят от времени, места, обстоятельств, социальной среды и т.д. Однако само по себе понятие нравственного и безнравственного существует в любом обществе. В этом стихе Кришна говорит, что даже если человек совершает безнравственные поступки, но вместе с тем находится в сознании Кришны, его следует считать садху, то есть праведником. Иными словами, даже если у него еще остаются некоторые дурные привычки, приобретенные в прошлом, но при этом он целиком поглощен деятельностью в сознании Кришны, его дурным привычкам не следует придавать большое значение. Каким бы ни было прошлое человека, развивая в себе сознание Кришны, он с течением времени очистится и станет садху. По мере прогресса в сознании Кришны, он избавится от всех дурных привычек и станет безупречным святым человеком. В связи с этим можно рассказать притчу о воре, который отправился в паломничество по святым местам. По дороге он вместе с другими паломниками заночевал на постоялом дворе. Привычка красть настолько укоренилась в нем, что он хотел уже обворовать паломников, но вдруг подумал, я не должен брать чужие вещи, ведь я совершаю паломничество. Нет, я не стану этого делать. Однако под воздействием привычки вор все же не смог унять зуд в руках. Тогда он стал переставлять сумки паломников из одного места в другое. Он провел за этим занятием всю ночь, но совесть так и не позволила ему ничего взять из сумок. Проснувшись утром, паломники обнаружили, что их сумки пропали. Поднялся переполох, но вскоре одну за другой они таскали все свои сумки, и тогда вор сказал им, «Дело в том, люди добрые, что я вор, я привык красть по ночам и хотел унести ваши вещи, но потом подумал, что раз уж я иду в святое место, то не должен воровать, поэтому я просто переставил ваши сумки. Простите меня, пожалуйста». Вот что такое сила дурной привычки. Человек не хочет больше воровать, и все же иногда по привычке делает это. Поэтому Шарикришна говорит, что того, кто решил избавиться от дурных наклонностей и развить в себе сознание Кришны, следует считать садху, даже если из-за прошлой привычки или просто случайно он иногда совершает грех. И в следующем стихе Кришна добавляет, «Он быстро становится праведником и обретает вечное умиротворение. У сын Кунти смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет». Бхагавадгита, глава 9, текст 31. Шри Кришна говорит здесь о том, что человек, который твердо решил идти по пути сознания Кришны, очень быстро становится праведником. Если выключить вентилятор, он, несмотря на то, что подача тока прекратилась, еще какое-то время будет по инерции вращаться. Однако всем ясно, что скоро он остановится. Подобно этому, укрывшись под сенью лотосных стоп Кришны, мы прекращаем заниматься деятельностью, создающей карму. И хотя рецидивы возможны, со временем их будет становиться все меньше и меньше. Тому, кто встал на путь сознания Кришны, нет нужды прилагать дополнительные усилия, чтобы приобрести положительные качества. Эти качества появятся у него сами собой. В Шримад Бхагаватам сказано, что у того, кто обрел сознание Кришны, развиваются все качества праведника. С другой стороны, если у человека много положительных качеств, но он не обладает сознанием Бога, тогда все его замечательные качества следует считать бесполезными, так как они не удержат его от греха. Человек, лишенный сознания Кришны, живя в материальном мире, обязательно будет совершать дурные поступки. Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, Варджуна. Бхагават-гита, глава 4, текст 9. Здесь Кришна продолжает описывать природу своего явления в материальном мире. Когда Он нисходит, Он совершает различные деяния. Разумеется, некоторые философы не верят в то, что Господь воплощается в материальном мире. «С какой стати Бог будет приходить в этот ужасный мир?» спрашивают они. Но в Бхагават-гите прямо говорится о цели пришествия Господа. Нельзя забывать о том, что Бхагават-гита – это богооткровенное писание и значит мы должны верить всему, что в ней сказано, а иначе читать ее не имеет смысла. В гите Кришна говорит, что Он приходит в материальный мир с определенной целью и, чтобы осуществить свои планы, совершает разнообразные деяния. Так мы видим, что Кришна выступает в роли колесничьего Арджуны и принимает активное участие в событиях, происходящих на поле битвы Курукшетра. Подобно тому, как во время войны какой-нибудь человек или целый народ руководствует своими политическими симпатиями, поддерживает одну из воюющих сторон, Кришна, симпатизируя Арджуне, встает на его сторону в битве на Курукшетре. Хотя на первый взгляд может показаться, что Кришна проявляет пристрастие, на самом деле Он ко всем относится одинаково. Такое поведение Господа нельзя считать пристрастием в буквальном смысле этого слова. В этом стихе Кришна говорит, что его явление в материальном мире трансцендентно. Дивьям значит трансцендентный. Деяния Кришны никак не назовешь обыкновенными. И по сей день все жители Индии, независимо от своего вероисповедания, в конце августа празднуют день рождения Кришны, подобно тому, как в странах Запада празднуют Рождество. День рождения Иисуса Христа. День рождения Кришны называют Джонмаштами. И в этом стихе Кришна, говоря о своем рождении, употребляет слово Джанма. А тот, кто рождается, всегда совершает какие-нибудь деяния. Рождение и деяния Кришны трансцендентны, то есть не похожи на рождение и поступки обыкновенных людей. Кто-то может спросить, почему деяния Кришны называют трансцендентными. Он рождается, участвует вместе с Арджуной в битве на Курокшетре. У него есть отец, которого зовут Васу Дева, и мать Деваки. Есть семья. Что же во всем этом трансцендентного? Истинную природу его явлений и деяний должен постичь каждый. Тот, кто познал природу явлений и деяний Господа, покинув материальное тело, не рождается вновь, а возвращается к Кришне. Другими словами, он становится освобожденной душой. Он попадает в вечный духовный мир и, заняв свое изначальное положение, обретает вечность, знания и блаженство. И чтобы достичь всего этого, нам достаточно познать трансцендентную природу явлений и деяний Кришны. Обычно, после того, как живое существо покидает тело, ему приходится получать новое. Мы вступаем в новую жизнь, просто меняя свою одежду, то есть переходя из одного тела в другое, тип которого зависит от того, какой деятельностью мы занимались. Этот процесс называют переселением душ. Сейчас мы считаем материальное тело своим истинным телом, однако это всего лишь одежда. Наше настоящее тело духовно. Материальное тело – это оболочка, которая покрывает наше истинное, духовное тело. Когда материальное тело стареет и изнашивается, или погибает в результате несчастного случая, мы избавляемся от него, как избавляются от испорченного или изношенного костюма, и получаем новое материальное тело. Как человек, сбрасывая старые одежды, надевает новые, так и душа переходит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Бхагавадгита, глава 2, текст 22. На начальной стадии развития наше тело не больше горошины. Вырастая, оно превращается в тело младенца, затем становится телом ребенка, подростка, юноши, взрослого человека, старика, и в конце концов оно разрушается. Мы меняем его на другое. Таким образом, материальное тело постоянно меняется, и смерть – это всего лишь последнее изменение нашего нынешнего тела. Как уплощенная душа переходит из детского тела в тело юноши, а из него в тело старика, так и в момент смерти оно переходит в другое тело. Здравомыслящего человека подобные изменения не смущают. Вага Вадгита, глава 2, текст 13. Хотя материальное тело постоянно меняется, живое существо, которое находится внутри его, остается неизменным. Тело мальчика вырастается телом взрослого мужчины, но само живое существо, находящееся в этом теле, остается прежним. Та самая личность, которая когда-то была в теле мальчика, никуда не уходит. Ученые-медики подтверждают, что наше тело изменяется с каждой секундой, но нас это ничуть не смущает. И точно так же человека, обладающего истинным знанием, не беспокоит то последнее изменение, которое происходит с его телом в момент смерти. Те же, кто не понимает истинной природы вещей, скорбят о потере материального тела. Попадая в материальный мир, мы беспрестанно меняем тела. Это своего рода болезнь. Нам далеко не всегда удается получить тело человека. В зависимости от своих поступков мы можем родиться в теле животного или полубога. Согласно Падмапурани, существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И после смерти мы можем перейти в любую из них. Однако, как обещает Кришна, тот, кто постигнет истинную природу его явления и деяний, непременно разорвет круг рождения и смерти. Как же постичь истинную природу явлений и деяний Кришны? Об этом рассказывается в 18 главе Бхагавадгиты. Постичь меня таким, как я есть, как верховную личность Бога, можно, только занимаясь преданным служением. И когда, благодаря любви и преданности, человек полностью осознает меня, он получает доступ в царство Бога. Здесь Кришна снова употребляет слово татавахтах по-настоящему. По-настоящему постичь науку о Кришне человек сможет только став преданным Господа. Тому, кто не предан Кришне и не стремится обрести сознание Кришны, никогда не проникнуть в ее сокровенный смысл. В третьем стихе четвертой главы Бхагавадгиты Кришна говорит, что он излагает Арджуне эту древнюю науку йоги, потому что Арджуна его преданный друг. Для того же, кто изучает Бхагавадгиту как обыкновенный философский трактат, наука о Кришне навсегда останется тайной за семью печатями. Бхагавадгита не та книга, которую можно просто купить в магазине и понять, опираясь на собственный запас знаний. Арджуна не был ни великим ученым, ни знатоком вет, ни философом, ни брахманом, ни отшельником. Он был воином и семейным человеком. Но, несмотря на это, Кришна поведал Бхагавадгиту именно Ему. И именно Он стал первым звеном в цепи ученической преемственности. Почему? Потому что Ты мой преданный. Для того, чтобы по-настоящему понять Бхагавадгиту, по-настоящему понять Кришну, необходимо только одно – обладать сознанием Кришны. Как же обрести сознание Кришны? Его можно обрести, очищая зеркало своего ума от материальной скверны путем повторения святых имен. Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна Кришна, Хареи Хари, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хари. Повторяяю, Повторяя эту мантру и слушая Бхагавадгиту, мы постепенно разобьем в себе сознание Кришны. Кришна всегда находится в нашем сердце. Индивидуальная душа и сверхдуша сидят на древе материального тела. Индивидуальная душа, Джива, поедает плоды этого дерева, а сверхдуша, Параматма, наблюдает за ее действиями. По мере того, как индивидуальная душа, начав заниматься преданным служением, развивает в себе сознание Кришны, сверхдуша, находящаяся рядом с ней в сердце, помогает ей очистить зеркало ума от пыли. Кришна – друг всех праведников, а тот, кто развивает в себе сознание Кришны, является праведником. Шраванам Киртанам, повторяя и слушая, человек постигает науку о Кришне, а значит и самого Кришну. Познав таким образом Кришну, Он в момент смерти сразу переносится в Его обитель в духовном мире. Вот как описан духовный мир в Бхагавадгите. Моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электричеством. Те, кто достиг ее, уже никогда не возвращаются в материальный мир. Бхагавадгита, глава 15, текст 6. Материальный мир постоянно окутан тьмой, поэтому нам нужны солнце, луна и электричество. Но веды призывают нас не оставаться во тьме, а перенестись в мир света, в духовный мир. Слово тьма имеет два значения. Тьмой называют не только отсутствие света, но и невежество. Верховный Господь владеет разнообразными энергиями. Самому ему нет нужды приходить в материальный мир, чтобы сделать здесь какие-то дела. В ведах сказано, что у Верховного Господа нет никаких обязанностей. И в Бхагавадгите Шри Кришна подтверждает это. У сын Притхи во всех трех мирах нет такого дела, которое я был бы обязан выполнять. Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь. И все же я всегда исполняю предписанные обязанности. Бхагавадгита Глава 3, текст 22 Не нужно думать, будто Кришна обязан приходить в материальный мир и совершать здесь какие-то деяния. Нет никого, равного ему или более великого, чем он. И по природе своей он обладает всем знанием. Ему не нужно предаваться суровой аскезе, чтобы получить знания. Более того, ему вообще не нужно его получать, ибо он исполнен знания всегда и при любых обстоятельствах. Он рассказывает о Джуне Бхагавадгиту, но никто никогда не преподавал науку Бхагавадгите ему самому. Таково положение Кришны, и тому, кто поймет это, не придется больше возвращаться в круговорот рождения и смерти в материальном мире. Находясь во власти иллюзии, мы тратим жизнь на то, чтобы приспособиться к материальному существованию. Но не в этом цель человеческой жизни. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы постичь науку о Кришне. Еда, солнце, самозащита, совокупление и прочие чувственные удовольствия таковы наши материальные потребности. Они есть и у людей, и у животных. Животные посвящают удовлетворение тех потребностей и все свое время. А если и наша жизнь сводится к этому, то мы мало чем отличаемся от животных. Человек обладает одним отличительным качеством, которое отсутствует у животных, способностью развивать в себе трансцендентное сознание, сознание Кришны. Если он не использует эту способность, то уподобляется животному. Беда современного общества в том, что оно уделяет слишком большое внимание удовлетворению этих животных потребностей. Мы – духовные живые существа и потому обязаны приложить все усилия для того, чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти. Нельзя упускать эту уникальную возможность, дарованную человеку. Шри Кришна сам не сходит на землю, чтобы поведать людям Бхагавадгиту и помочь им обрести сознание Бога. В сущности, материальное творение дано нам только для того, чтобы мы могли развить в себе сознание Кришны. Но если, получив этот дар, человеческое тело, мы не используем его для развития сознания Кришны, то теряем свой шанс. Метод развития сознания Бога чрезвычайно прост. Шраванам Киртанам. Слушание и повторение. Единственное, что от нас требуется, это слушать. Если человек слушает о Кришне очень внимательно, он обретает знания о нем. Кришна обязательно поможет нам, ведь он находится в нашем сердце. Необходимо только прилагать усилия и уделить этой практике немного времени. При этом нам вовсе не нужно спрашивать у кого-то, прогрессируем мы или нет. Мы почувствуем это сами, подобно тому, как голодный человек, поев, чувствует, что насытился. Применять этот метод самоосознания или метод сознания Кришны совсем не сложно. Кришна изложил его суть Арджуни в Бхагавадгите. И если мы поймем Бхагавадгиту так, как ее понял Арджуна, то без труда достигнем совершенства. Но если мы попробуем толковать Бхагавадгиту, опираясь на свои мирские познания, то потерпим неудачу. Как уже говорилось, повторение мантры Харе Кришна очищает зеркало ума от материальной скверны. Сознание Кришны изначально присуще душе и дремлет в каждом из нас. Поэтому для того, чтобы пробудить его, далеко ходить не надо. Нужно просто воспользоваться этим методом йоги. Сознание Кришны существует вечно. Это не какая-то теория или непонятно, кем придуманное вероучение. Сознание Кришны присуще каждому живому существу, будь то человек или животное. Господь Чайтания Махапрабу, проходя 500 лет назад через лес, в Южной Индии пел мантру Харе Кришна. И все звери, тигры, слоны и олени, присоединившись к нему, пели и танцевали под звуки святого имени. Разумеется, такое возможно только при чистом повторении святых имен. Если мы просто будем продолжать повторять мантру Харе Кришна, со временем наше повторение обязательно станет чистым. �� Харе Кришна — Продолжение следует...